Смотрим на Селигер Сити, Рембрандт, Риппин, Ван Гук. Достраивается дом новый, 43 этажа. Сейчас я предполагаю, что 42 этаж. Подойду поближе. Скоро поснимаю и дом Ван Гук, и Кандинский рядом справа, который мне не виден. Досмотрю эти строящиеся дома, последние из 8 жилых домов. Вот то, что мне видно из моего окна. Поснимаю еще вечером в огнях. Тоже интересно, но мало что видно. Достраиваются новые дома. И больше их в ближайшие годы не будет. Может быть, совсем не будет строиться новых домов. Поблизости наш район Западная Дегонина. В северном округе города Москвы. Вот так выглядит наш двор. Солнечная погода сегодня, на удивление. Снег белых пилы. Последний месяц зимы. Вот такой вид из моего окна. Новые дома Сильгерситти, Рембрандт, Риппин и Ван Гуг. Вот так на сегодня, на 5 февраля. Да, поснимаю в огнях вечером. Красивый вид у нас бывает, поснимаю вечером и ночью. Не понимаю, какие дома здесь заселяются. Бельминский 17 ЖК. Четвертый заселяется. Вот пятый, непонятно, то ли там ремонт, то ли тоже заселяется. Реппин активно заселяется. Вижу много огней в окнах. Да, вот так. Поснимаю вечером. В север города Москвы столица. Смотрим на Сильгерситти, на дом Ван Гуг. Который достраивается какой этаж. Думаю, 43-й, последний этаж. Думаю, надо подойти поближе. Да, вот еще этаж будет и чердак. Работают сегодня 5 февраля. Вот какой этаж. Трудно сосчитать, но можно. В записи при желании посмотреть. Ах! Думрепин заселяется. Активно. Давайте еще раз посмотрим. Огнем в окнах. Огнем в окнах. Огнем в окнах. Здесь 39, плюс чердак. Здесь 45, 39 на уровне 40, думаю 42 сейчас даже увидим в ближайшие дни. Такая стройка в нашем районе. Западная Дегонина. Заканчивается, завершается. А значит и снимать я уже так много не буду. Ильминский, 17. Вот четвертый корпус заселяется людьми. Это видно и ночью горят огоньки. А здесь, я так думаю, что ремонт. Ну, доделываются квартиры. Так я думаю, готовятся к сдаче. Ильминский, 17. Здесь Жигатель Керсити. Дом Рейнград. Заселенов. Дом Рейпин. Два корпуса видны. И дом Бангука. Завершается заведение, 43 этажа. 43, 45, плюс чердак 39. Плюс чердак. Да, почти как. Дом Рейпин будет, Ван Гог. Почти, но не таким все-таки высоким. Да, вот так почти в 6 вечера выглядят стройки и наш двор. Хорошо освещается, вижу. Красивый закат солнца. Потому что солнечная погода была сегодня. Вот такой наш двор. Вдруг устроенный. В снегу. Пока в снегу. Пятое февраля 2022 года. Снимаю. Поснимаю еще поздно вечером. Тоже интересная картинка. Красивый вид встал за окном. А вот так почти ночью 23.20. Выглядит Сильгер-Сити и Ельминский 17. Посмотрела сайты. Все шесть домов, сданные, заселяются. Четвертый корпус, пятый корпус. Вот так почти в полночь. Вот в это время позднее. Видно, что уже живут люди. Приехали. Очень дорогие квартиры. Даже студии. Сейчас сайт посмотрел. Коммерческие дома и очень дорогие. Вот Рембрандт, Репин и Ван Кук. Прочитала на сайте, что на 1 января 42-й этаж. Был. А сейчас какой? 43-й. Или уже чердак. Увидим. В ближайшие дни. Будет видно. Заканчивается взведение. Ван Гога. Кандинский был на 24-м этаже. Увидим. Честные ванки. А сайта будет. Соберируй. Подожди. Соберируй. Чтобы сайта-сайта. Подожди. Вы увидите. Соберируйте. Наборачевые сайта-сайта-сайта. Далее! Я не захожу. Увидим. Ван Гог 43 этажа, он будет почти таким же, как вот этот, 45, плюс чердак 46, этот 39, чердаком 40, 43, чердаком будет 44. Да, украсили наш район западный Дегонина, интереснее стал вид из моего окна, вот такой вид вдаль. Да, холодно, 8 градусов мороза сейчас, не очень холодно, но ощутимо. Дома по млизости, дальше, наствор благоустроенный. На Айсельгер Сити. Вот так, почти в полночь смотрится, да, мой, такой вид из моего окна. Прибавится население в нашем районе. Будет более 100 тысяч, еще недавно было 82 тысяч, сейчас будет более 100. Новые дома возводятся не только здесь, а и в конце района, дома при Новоце, и возле Бусиного возводятся новые дома. Которые тоже посмотрю, конечно же, летом. Да, возведется дом в Ангоке, на этом я закончу его так часто снимать. Пусть больше новых домов не будет, в поле моего зрения. Сегодня 5 февраля 2022 года. essе год home в Англии professor Продолжение следует...